Привет, мой старый друг, и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня я хотел бы присесть и немного поговорить о старом добром Соединенном Королевстве. Итак, мои давние зрители, скорее всего, устали слушать это. Но сейчас я должен кое-что уточнить новеньким людям, так что потерпите немного, хорошо? Итак, я родился и вырос в Западном Графстве Англии, и жил там два года назад, пока не переехал в Германию. Сейчас я могу посчитать количество стран, в которых я бывал в своей жизни, на одной руке. Будьте добры, запомните об этом. Я не пытаюсь сказать, что вещь в этом списке относится только в ЮК, но также список был основан на моем жизненном опыте, в малонаселенном месте, где я вырос, и еще пару мест, где я был. И не относите это все ко всей стране. Теперь, когда я покончу с этим, я неизбежно получу комментарии в стиле «ну моем городе, но моей стране» или типа того. А теперь о крутых вещах, которые мне нравятся в Великобритании. Еда. В Великобритании не особо популярна в плане великолепной еды. На самом деле, даже наоборот. А факт, у многим она покажется довольно-таки плохой. Лично я верю. Но проблема, которую большинство людей имеют, это ее простота. Вы не можете наслаждаться хорошей едой, если вы в нее не добавили 50 тысяч трав и специи. И знаете что, дорогие британцы, возьмите лучше карри. И когда ты будешь готов к какой-то экзотике, идите в закусочную и вкусите натуральный вкус фиш-энд-чипс. Чай. Я знаю, что это очередной наш стереотип, но, честно, по хорошей причине. Британский чай великолепен, особенно с печеньем. И двумя. Особенно, когда вы окунаете шоколадным батончиком или печеньем, он становится таким мягким и впитывает в себя аромат чая, а шоколад тает. Отлично. Чего только не скажешь от жалкой пародии на чай, который здесь в Германии. Здесь, когда вы захотите черный чай, вам обычно предложат либо Эрл Грей, либо в кавычках «английский завтрак». Я не знаю, какой сумасшедший придумал это и приклеил имя «английский» на этикетку. Тьфу, английский. Ага, звучит так, как будто это подделка. Попробуйте привезти это в Англию и посмотрите, что с вами в итоге произойдет. На тебя будут окружающиеся сердито смотреть, и вам неделями будет очень неловко. Акценты. Как, наверное, в любой стране, в УК вы найдете много вариантов английского языка. В некоторых местах даже придумывают свои собственные, потому что к существующим просто недостаточно уловить связь. И это очень круто. И очень смешно. Конечно, если вы не носители языка. У тебя бегло английский? Подумай еще раз. Желаю тебе удачи в посещении мест, кроме Лондона, чувачок. Акценты некоторых людей настолько сильные, что даже другие англичане их не понимают. Так что одна вещь, которую я люблю в Британии, это смотреть, как мне носители английского языка стараются поменять наши акценты. Юмор и телевидение. Я специально объединил их, потому что Британия создала некоторые хорошие сериалы, которые сохранили старый британский юмор. Честно говоря, я не могу вспомнить ни одного шоу, в котором нет юмора хотя бы изредка. И если он есть, мне все равно, потому что юмор — единственное облегчение ухудшающей психики. Но если вы попросите меня объяснить, чем отличается британский юмор от других культур, я бы понятия не имел. Да просто так. Я думаю, просто нападать шутки и делаться подобный аспект. Как при перескате анекдота, и без визуализации, как при фарсе. Что делает нас, британцев, очень умными людьми. Потому что вам действительно нужно использовать свой мозг, чтобы понять чью-то шутку. Вместо того, чтобы смеяться над дураком, который упал на пол, как делают простаки и американцы. Хотя, я знаю одно популярное шоу, которое базируется на визуальном юморе. А нет. Я не знаю, почему телевизор делает мне ха-ха по смешным причинам. Не могу выписать, но уверен, что сам найдешь. 24С, как минимум, уже в комментариях. Я должен быть честен перед вами, ребята. С ней список мне было тяжело писать. Конкретный район, где я рос, был уж и не таким уж большим. Так что большинство моих лучших впечатлений от других мест, которые я посетил, вы и так в курсе. ТВ. Очевидно, это не значит, что я ненавижу свою страну. Если бы и так, я бы не снимал это видео. Но мне проще составить список тех вещей, которые мне не нравятся, и поговорить о них. Так что я надеюсь, что ты вернешься через две недели в новом ролике, что я ненавижу в Британии. Если вы впервые на моем канале, то подпишитесь и позвоните в колокол, чтобы не пропустить его выхода. И если вы очень счастливы, по желанию, можете ей лайк поставить, если хотите, чтобы мне немного помогло. Надеюсь, ролик вам понравился, и мы скоро увидимся. Всего хорошего. Пока.